Считаешь себя профессиональным геймером или крутым гиком? Тогда тебе сюда. Ссылка в описании. Здорово, пацаны и девчонки! Как отдыхаете этим летом? Ну, надеюсь, что хорошо. Сегодня мне в руки попалось вот такое вот замечательное издание для Nintendo Switch, игры Flashback, 25-летнее издание. То есть, издание, которое посвящено серии, которой 25 лет. При этом написано, что коллекционное издание. Мы сегодня с вами его распакуем, но прежде я хочу немножко рассказать о своем знакомстве с игрой, Flashback, в принципе, с этой серией. И первоначальная игра, с которой я познакомился от этой студии, от Bolton Surfer, это была игра Another World, Другой мир. И как с Flashback, так и с этой игрой я познакомился впервые именно на ПК. Позже я увидел игру Flashback на Super Nintendo, попробовал ее, она мне понравилась, но она мне показалась очень-очень до беса тяжелой. Позже, спустя несколько месяцев, она появилась в формате Sega. У меня ее отец подарил как раз на день рождения, у меня был день рождения, и отец ее подарил тогда. Вот как раз это единственный карик, который остался от того издания. Как видите, пиратка, но тем не менее, зато написано, написано Sega, все дела. И я эту игру затер до дыр, причем настолько затер, что даже записывал свой геймплей на видеокассету, которая составляла примерно 3 часа чистого времени прохождения. Да, игрушка была классная, безусловно. Спустя определенное количество времени я ушел с Sega и начал играть на персональном компьютере. Но в то время, когда я еще играл на Sega, появилась вторая часть игры под названием Fate to Black. Появилась она на PlayStation 1, и она появилась на ПК. Да, вот именно ПК-версию я увидел, опять же, на компьютере у своего брата. Он мне показал, он тоже был фанат данной серии игры, и он мне показал, что есть вот Fate to Black продолжение. Но это уже был, как вы видите, даже по скриншотам, не тот флешбек классический, к которому мы привыкли. Кстати, эту игру, именно вот, что я держу в руках, мне она досталась бесплатно. Я, в общем, достаточно, конечно, игр взял для PlayStation 1 у данного продавца на eBay. И он мне вот закинул как раз эту игру с толстяным мануалом в подарок. Так что, можно сказать, на шару она мне досталась. Вот, она мне, конечно же, не понравилась. Ни визуально, ни геймплейно, никак. Так, и спустя определенное количество времени, как вы помните, появилось на Xbox 360 и PlayStation 3 ремейк данной игры, который тоже особо мне не зашел, хотя он был полностью на русском языке, но не зашел. И вот уже в 2018 году выходит так называемое, можно бы сказать, переиздание, лимитированное издание, 25-летнее издание игры Flashback. Вообще, пока я распакую, хочу вам рассказать, что чем же меня так привлекла эта игра. Ну, во-первых, она мне напомнила два главных фильма с Арнольдом Шварценеггером. Это «Вспомнить всё» и «Бегущий человек». И, кстати, эта игра была, мы, одна из первых, где я познакомился с киберпанком, с такой вот именно вселенной киберпанка, с такой вот культурой. И она мне также напомнила, вот эти вот есть уровни в городе, напомнила фильм «Бегущий по лезвию бритвы» знаменитый. Ну да ладно, думаю, достаточно я много рассказал об этой игре, которую не могу, к сожалению, вот видите, как проблема. Вот нельзя распаковать, и вот чтобы оно было нормально, вот. О, получилось, отлично. Значит, смотрим, что там внутри. Издание, как видите, небольшое, но, тем не менее, всё. Вот, коробочка пустая. Смотрим, что же у нас здесь такое. Так, ну, прежде всего, это сама игра. Уже издатель «Микроидс». Оригинально, как вы видите, из обложка, как была на «Сеге». Отлично. Далее у нас идёт такой вот буклетик. Это, как можно сказать, буклет, мануал цветной, что-то напоминающее сеговский, кстати, мануал по формату. Здесь нам показано, ну да, даже сделано в таком стиле, показано, что наши главные герои умеют делать. Вот, даже написано, смотрите, дизайн нарисован. Это один из самых сложных уровней, второй уровень в игре. Вот этот город, то, что я говорил, напоминающий, бегущий по лезвию бритмы. Я уже забыл, это надо всё вспоминать, как это всё проходить. В общем, игруха, что надо. Ну и самое главное, что есть в этом издании, это стилбук. Такой стилбук. Какой-то у нас формат. G4, по-моему. Внутри стилбука такая вот карточка, которая говорится о том, что это издание 7511 из 40 тысяч. Ну, не знаю, друзья, является ли 40 тысяч таким вот ограниченным, ограниченным изданием. Здесь, кстати, небольшая история об игре. И внизу, кстати, приведён такое, знаете, как нота Бенна. То есть, интересный факт. А сам стилбук выполнен в стиле американского форм-фактора карика для Super Nintendo. Давайте посмотрим, как выглядит оригинальный картридж для Switch. Так, фокусируйся, детка. Что такое? О! Открываем. Внутри у нас ждёт ваучер на скачивание саундтрека. Кстати, саундтрек в игре шикарный. Сам карик. И такой вот арт. Ну, что хочу вам сказать. Издание прикольное. Да, оно такое, не сильно жирное, но такие издания, я считаю, они всё равно вот как бы ламповые, скажем так. Так. И стилбук. Ну что ж, друзья, вот такое вот было замечательное издание игры флэшбэк для консоли Nintendo Switch. Впереди у нас с вами сентябрь, октябрь и ноябрь. И согласитесь, эти месяца будут просто огонь. Хиты будут литься рекой, а коллекционные издания водопадом. Так что не переключайтесь, будем делать обзоры. рад, что вы хорошо проводите время, лето и вообще хорошо себя чувствуете. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»